Добрый день дорогие друзья! Доброе весеннее утро! Начало мая, сад наполнен пением птиц, ароматом цветущих пионов. Просто каждое утро выходишь в сад и любуешься этой красотой. И конечно же цветут у меня сейчас очень красивые, одни из самых любимых луковичных растений. Названий у этого растения много. Называется оно гиацинтоидис, эндемион, сцилла испанская, дикий гиацинт или сцилла колокольчатая. Последнее название сцилла колокольчатая. Больше всего мне нравится, поэтому я именно так называю это растение. Оно более такое созвучное, более нежное, более подходящее к этому прекрасному растению. Это луковичный многолетник, эфемероид, семейство аспаржевые, а подсемейство гиацинтовые. Распространен в природе он в Испании, в Португалии, во Франции. Получил особое признание в Европе, а у нас, к сожалению, даже не все знакомы с этим прекрасным весенним луковичным многолетником. Нежный весенний цветок радует нас, любителей цветов, своей изящностью и неприхотливостью в уходе. Кто знаком с этим растением, тот в него просто влюблен. Соцветия у сциллы колокольчатой достигают высоты от 20 до 30 сантиметров. Состоится цвете из 15-20 мелких цветков колокольчиков. Они разной расцветки, синие, розовые или белые. Цветут на юге у нас в начале мая и в течение примерно двух недель, от 10 до 14 дней. Блестящие листья образуют прикорневую розетку. Отмирают они позднее цветков и удалять их можно только после того, как они подсохнут, так как они отдают луковицы все питательные вещества. Луковички у сциллы колокольчатой необычные, они неправильной формы, даже не очень понятно, что это луковичка. При посадке сложно определить, где верх, где низ, где росток, а где корешок. Поэтому тут надо быть очень внимательным. И я в таких случаях высаживаю, просто укладываю луковичку боком. Посадку проводить нужно осенью. Луковички заглубляются на высоту 5-7 сантиметров. А расстояние при посадке делается примерно 10-15 сантиметров между луковичками. Разножается сцилла колокольчатая луковицами и семенами. Так как в моем саду можно встретить одиночные растения, то там, то здесь, то понятно, что ветер разнес семена в разные уголки сада. Материнская луковичка живет только один год, но она дает много дочерних луковичек, от 4 до 6 штук, благодаря чему сцилла разрастается в плотные куртинки за один сезон. Рекомендуется выкапывать и пересаживать луковицы в конце лета, но можно выкапывать их и сразу после цветения, когда листва еще не подсохла. Аккуратно надо выкопать, разделить луковички с листвой и пересадить на новое место. Они отлично приживаются залито и уже на следующий год зацветают красивыми пышными соцветиями. Сцилла колокольчатая сильно разрастается, поэтому делить ее нужно примерно один раз в 3-4 года. Высаживать лучше в разреженной тени деревьев, кустарников, но также она неплохо себя чувствует и на солнечном месте в саду. Однако на ярком солнце листья могут обгорать. У нас в этом году весна достаточно прохладная, солнышка очень мало, поэтому сцилла на солнечном месте чувствует себя прекрасно. Сцилла предпочитает нейтральную почву, засуху не любит, но очень плохо переносит переувлажнение. Не следует высаживать луковички в низинах, где-то на сырых участках, иначе они просто сгниют в сырости. Хорошо сцилла реагирует на подкормки. В своем саду я специально ее не подкармливаю. Удобрения ей достаются при весенней подкормке рядом растущих роз, клематисов, многолетников. Очень люблю эти весенние луковичные не только за их красоту, но и за то, что они цветут достаточно поздно. Они зацветают тогда, когда уже отцвели в саду гиацинты, когда завершается цветение мускарей, примулы и поздних тюльпанов. Наступает время цветения сциллы колокольчатой, и если она разбросана в саду то там, то здесь, большими куртинками или одиночными растениями под кустами пионов роз среди многолетников и на переднем плане цветников, то это просто потрясающее зрелище. Они подхватывают эстафету цветения весенних луковичных растений в саду в более поздний период, когда весна в самом пике, и сад наполнен изумрудной зеленью. Уже все распустилось, цветут древовидные пионы, и даже уже зацветают первые клематисы в саду, и все равно на фоне буйства зелени невозможно не заметить эту нежную трепетную красоту. Эти красивые привлекательные колокольчики. На мой взгляд, эти чудесные колокольчики, это невероятное красивое луковичное растение, просто должно украшать каждый сад, чтобы создать ту самую нежную трепетную атмосферу в саду в самый разгар весны. Сцилла колокольчатая прекрасно смотрится в саду в окружении гейхер, мелколистных хост на фоне ажурной листвы герани садовой, сизой листвы лаванды, а также рядом с подрастающими кустиками различных многолетников. Сцилла колокольчатая легко выращивается в горшках. Для этого надо осенью высадить луковички в горшке. Грунт должен быть плодородный, легкий, водопроницаемый. На дно желательно положить дренаж или сделать большие отверстия, чтобы вода не застаивалась во время полива и луковички не сгнили. Хранить горшки лучше в прикопе. Я горшки прикапываю в саду и не укрываю, а в холодном климате их нужно дополнительно будет укрыть. А весной в период роста необходимо достать из прикопа и украсить двор, зону отдыха или террасу. Я достаю свои прикопанные луковичные растения в период, когда они уже зацветают и украшаю уже цветущими растениями свой двор. Друзья, если исцелла колокольчатая растет в вашем саду, поделитесь своим мнением об этом цветке. Возможно и вы также нежно и трепетно относитесь к этому растению. Напишите об этом в комментарии. А у меня на сегодня все. Если видео было интересным, если оно было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И не забывайте подписаться на канал на Яндекс Дзен, чтобы не потеряться. Ссылка на Яндекс Дзен и на другие соцсети в описании под видео. Спасибо, друзья, за внимание. Благодарю, что вы со мной. И до новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok